О перспективах развития Народного музея Юрия Гагарина говорили участники совещания, которое прошло в самом здании музея. Десятки предприятий, работавших на космическую отрасль. Аэроклуб, где Юра Гагарин навсегда заболел небом. Индустриальную технику, где он учился на летейщика. Места приземления первого и второго космонавтов планеты. Наши космонавты-земляки Геннадий Сарафанов и Юрий Шаргин. Вот далеко не полный перечень имен и объектов, связанных с эпохой освоения космоса. Нашей области есть чем гордиться. И есть на чем воспитывать молодое поколение. Пока же участники встречи говорили о будущем Народного музея Юрия Гагарина. Поскольку Гагаринский колледж, при котором уже почти полвека существует музей, вошел недавно в состав Саратовского технического университета, его ректор Игорь Плеве намерен серьезно заняться модернизацией заведения. В частности, планируется расширение штатов сотрудников, полная опись всех фондов, создание интернет-сайта музея, который откроется с 1 сентября, и разработка виртуальной экскурсии по музею, что будет готово до конца года. Если мы все это в комплексе сделаем, музей будет преображаться. Все, что имеет отношение к космонавтике и к пребыванию Гагарина на Саратовской земле, должно стать своеобразным брендом, который будет работать на имидж региона, в том числе и на его туристическую привлекательность. По мнению зампред областного правительства Андрея Рассашанского, для эффективного воплощения прозвучавших идей необходимо разработать целевую программу, чтобы уже со следующего года начать активную работу. Правительство области подпишет соглашение с университетом, с городом Саратовом, с Энгельским районом, с городом Энгельским, с другими муниципальными образованиями, чтобы она заработала эта программа хотя бы с 2013 года, чтобы она была обеспечена финансированием, и не только бюджетным, но и с привлечением спонсорских средств. Также при СГТУ будет создан попечительский совет, который будет отстаивать интересы музея и держать на контроле ситуацию с реализацией целевой программы. Ну а через полгода участники совещания договорились встретиться вновь и подвести первые итоги сделанного. Александр Лысухин, Вадим Лысов, Алла Хрунова, Вести Саратов.